Черные фонтаны забили на Волге. Их несколько. Находятся они в паре десятков метров от берега. Возможно, что эти фонтаны были всегда, но их просто не было видно. Сейчас же, сухой осенью, уровень Волги понизился, и они оказались на виду. За моей спиной находится слив сточных вод с очистных сооружений. Из определения очистного сооружения следует, что вода, попадающая в водоем, должна быть осветленной. Но, как мы видим, таковой она не является. Черная ее вода там какая-то льется. Прям фонтанами иногда, когда воды мало. Здесь построили много лет назад очистные сооружения для всей Балахне. Ну вот, у нас тут сливаются. Мы слышим, на поселке пахнет, но мы не знаем, что это и чего. Очистные сооружения. Идет напрямую, наверное, ничем не очищает, наверное. Волга обмелела, и поэтому вскрылся, вот этот слив вскрылся. Так-то он скрыт от глаза был все время, я так понимаю. В реке нас обвиняет рыбакоша, мы всю рыбу выловили. Вот, соответственно, у нас позиция то, что рыбу травят просто с этих стоков, вот этими стоками. И поэтому рыбы в реке не стало. Я у них катаюсь, который раз пустой приезжаю. Сразу видно, что это выброс неочищенных сточных вод. Значит, в данном месте, в районе сада Картанажник, единственный источник выброса – это районные очистные сооружения Балахминского района. Происходит выброс через заглобленный выпуск. Возможно, еще дополнительный прорыв коллектора, который выводит сточные воды. Соответственно, можно сделать предварительный вывод, что очистные сооружения работают уже с нарушениями. Значит, и произведен фактически залповый выброс неочищенных сточных вод в водный объект питьевого назначения – река Волга. Между тем, на очистных сооружениях утверждают, что и сами сооружения работают в соответствии со всеми нормами, и выбросы никакой опасности не представляют. Там рассеивающий выпуск, который, соответственно, вынесен непосредственно в водоем. И когда уровень воды в реке Волги падает, то таким образом донными течениями и течениями в Волге, а также выбросом поднимаются донные отложения. Когда нормальный уровень воды в реке Волги, то, соответственно, никаких донных отложений не схолыхивается, не поднимаются донные отложения. Выходит прозрачная вода. Да как она прозрачная, если она черная? А вы видели выход? Да, мы видели вот там то, что сбрасывается в реку, вода черного цвета. Девушка, вы искажаете, извините, не девушка, а корреспондент. Вы искажаете информацию, я вам сказала, что то, что видно было на видео, это донные отложения, которые были вынесены потоками волжской воды при низком уровне, да, и сбросе из рассеивающего выпуска. Как сегодня сообщили нам в управлении Росприроднадзора, их специалисты уже побывали на месте, где бьют эти черные гейзеры, отобрали пробы воды, но пока анализ этих проб не готов. Сейчас в Росприроднадзоре решается вопрос о возбуждении административного расследования в отношении, я цитирую, вероятных нарушителей природоохранного законодательства.